У нас часто спрашивают, почему после ковида, почему после перенесенного коронавируса начали активно выпадать волосы? С чем это связано? И как этот процесс можно остановить? Меня зовут Виктор Владимирович Картаренко. Я доктор медицинских наук, профессор, врач-остановитель медицины. И сегодня я с удовольствием расскажу вам, почему после ковида, почему после перенесенной коронавирусной инфекции происходит процесс выпадения волос. И покажу вам несколько простых приемов, которые позволят вам, если не восстановить волосяной покров на голове, то остановить процесс выпадения волос. С чем же связаны эти процессы? А именно, выпадение волос после перенесенного ковида, после перенесенной коронавирусной инфекции. Ответ на этот вопрос, уважаемые коллеги, следует искать, как ни странно, на первый взгляд, в системе гепатобилиарной продукции. То есть, производство того, как воспроизводится наша желчь, каким образом она накапливается, каким образом она реализуется. И именно недостаток желчи, именно недостаток желчных кислот приводит к тому, что волосяной покров, который тесно связан с волосяными мешочками, сальными железами нашей кожи, начинает активно выдавливать волосы из того места, откуда они растут на голове. Каким образом это происходит и почему? А потому, что наша печень не справляется с качеством детоксикации, а потому, что наша иммунная система отторгает уже то, что становится иммунно-неподходящим, иммунно-негожим. А именно волосы являются уже пораженным, в первую очередь, продуктами вирусного распада, элементами. Они уже сами по себе вызывают аутоиммунные процессы в организме, на нашем теле. И, конечно, происходит освобождение от таких волос. Практика очень большого количества медицинских направлений различных указывает на то, что во всех этих случаях, как это ни парадоксально, всегда используется один и тот же прием остановки выпадения волос и быстрого их восстановления. А что это? А это применение, так называемых, зольных растворов. Это применение золы. А в переводе на обычный язык, это применение щелочных растворов. И какую бы мы ни брали, традиционную восточную медицину, западную медицину, аюрведическую медицину, те процессы, которые сопровождаются выпадением волос в результате тех или иных инфекционных атак, инфекционной экспансии, всегда, конечно, останавливались именно таким образом. Не всем, конечно, будет сейчас приятно услышать то, что я вам скажу, но вспомните практику столетней давности, практику испанки, практику гражданских войн во многих странах, когда и брюшной тиф, и испанский, так называемый, грипп или парагриппы, которые возникали на протяжении тридцатилетнего промежутка между Первой и Второй мировой войной, они всегда сопровождались подстрижением, чуть ли не на голову, чуть ли не на лысо. Знаменитая российская прическа а-ля Котовский. Это, как раз таки, было связано с тем, чтобы волосы освобождали нашу голову, чтобы кожа начинала быстро восстанавливаться, и чтобы рост волос восстанавливался на основании уже восстановленного, извините за тавтологию, здоровья. Кроме этого, я хочу с вами поделиться применением трех точек, знаменитых, так называемых, кожно-волосяных точек. Чем они знамениты? Они знамениты тем, что они традиционно всегда использовались в северно-китайской медицине, в уйгурской медицине, в монгольской медицине, как точки укрепления волосяных границ, как точки укрепления волос. Эти точки еще называли конскими волосами. Почему? Потому что это районы, кочевников, и всегда вы знаете качество животных, которые сопровождали кочевников, в первую очередь, это лошади, оценивалось не только по состоянию зубов, но и по состоянию их волос, по состоянию их гривы. Недаром первые парики, мода на которых была введена египетской царицей Клеопатрой, как раз таки делались из конских волос. Итак, точка, которая находится у вас, в буквальном смысле, под руками. Это точка перехода ключицы в плечо. Найти ее очень легко. Вот у вас плечевой сустав, вот она, косточка плечевого сустава, плечевого сустава, зона перехода, зона перехода ключицы, плечевой сустав, и буквально под сочленением, буквально под ключевым сочленением находится эта точка. Эта точка парная. Вот она находится слева, вот она находится справа. Каким образом мы на нее воздействуем? Мы на нее воздействуем по правилу сильной или преобладающей руки. Если вы правша, и у вас выпадают после ковида, и после ковидной инфекции волосы, стимулируете у себя эту точку по часовой стрелке, сразу хочу вам сказать, точка достаточно болезненная, и как раз таки его локализация определяется именно болезненная, в течение одной минуты. Справа, потом переходите на левую точку, и опять же одна минута. Если вы левша, соответственно, в начале одна минута слева, другая минута справа. Вторая точка. Знаменитая точка Бинао, которая располагается ниже плечевого сустава, на расстоянии четырех пальцев вниз, ровно посередине плеча. Вот таким вот образом вы обнимаетесь своим плечом, и под мизинчиком у вас находится точка Бинао. Очень часто эта точка совпадает с зонами того нашего оспопрививания. Вот она, в этом месте находится точечка Бинао. Опять же, по такому правилу мы работаем. Левши начинают слева на точке Бинао, в течение одной минуты, правши на правой, потом переходите на правую, если вы левша, а правши переходят на левую. Это вторая точка. Итак, еще две минуты для качественного восстановления волос, после перенесенного коронавируса, после перенесенного ковида. И точка, которая вам очень хорошо известна, это точка очищения. Она тоже парная и тоже находится у вас, в буквальном смысле, под руками. Это знаменитая точка ХЭГУ. Вот она находится здесь. Найти ее очень легко для того, чтобы определить ее локализацию. Вам надо большой палец привести к указательному пальцу. Вы видите появление мышечного бугорка. Ставьте сюда свой пальчик и массируйте в течение минутки. Левши начинают на левой руке в течение минуты, правши на правой, а потом меняете руки местами. Итак, 6 минут для быстрого восстановления, так называемых, волосяных границ, для быстрого восстановления качества и количества волос. Я не даю вам гарантии на сто процентов, что условно воспользовавшись сегодня этими знаменитыми тремя точками, у вас на следующий день волосы вырастут, а щетинятся. Но факт того, что вы таким образом через точку плеча, через точку Бенао, через ХЭГУ, улучшите качество адаптационно-иммунных процессов в организме, поможете своей коже освободиться от излишних токсинов, а в лице волос, которые повреждены и поражены вирусной инфекцией, а в первую очередь ковидными и постковидными обменными обстоятельствами, вы улучшите качество роста волос. Таким образом, вы, улучшая и восстанавливая качество волос, стимулируете иммунно-адаптационные процессы, помогаете своей печени, помогаете своему желчному пузырю, помогаете селезенке и поджелудочной железы укрепить границы адаптационно-иммунных бастионов. Таким образом, по отечаянии, даже если будет пятая, четвертая или там какая, бог весть, по счету, коронавирусная или ковидная инфекция, в различных ее проявлениях того или иного штамма, имейте, пожалуйста, в виду, что в основе всех штаммов вирусов лежит, в первую очередь, воздействие, токсическое изменение слизистой оболочки, являясь первой границей нашей сути здоровья, а это здоровье лорорганов, это здоровье наших глаз, это здоровье нашей слизистой, это качество лизоцима, который является самым первым активным противовирусным антибиотиком, мы улучшаем качество нашего здоровья. Итак, замечательные точки по восстановлению волос, по восстановлению качества адаптации, по улучшению качества иммунитета. Нами, докторами Картавенко, разработаны специальные фитопрепараты, которые помогают освобождению организма от последствий ковида, которые помогают освободить наш организм от постковидных, после инфекционных хвостов. Это два препарата под названием доктор желч и нейробелит. Многочисленные отзывы наших многочисленных клиентов, наших многочисленных пациентов говорят о том, что эти препараты замечательно и успешно работают на фоне других препаратов, не вызывая никаких практических осложнений и помогая выйти из постковидных осложнений в течение рекордно коротких сроков, от 48 до 72 часов, не сопровождаясь при этом никакими побочными эффектами, а лишь улучшая качество и субъективно и объективно, которое подтверждается инструментально-диагностическими способами. Пожалуйста, помогайте себе в том случае, если вы заболели, а в том случае, если вы не заболели, с целью профилактики, обязательно их употребляйте. Потому что, опять же, большое количество наших коллег, наших пациентов говорят о том, что да, мы не заболели, когда вокруг болели, потому что мы употребляли наши препараты. Подробно об этих препаратах и о других способах защиты организма от ковида и от коронавирусной инфекции, от их последствий, мы останавливаемся на каждом из наших авторских вебинаров. Милости просим, следите за нашей рассылкой. Ссылка в профиле, ссылка под этим видео. Приходите на объявляемые нами встречи с вами, на которых мы с удовольствием расскажем вам о многочисленных секретах, о большом количестве приемов, позволяющих вам быть здоровым, быть в силе, быть молодыми, счастливыми и красивыми. Будет гораздо легче, если вы будете употреблять наши препараты.